Магаданцы обратились к главе города с жалобой. Автобусов в последнее время стало значительно меньше. Регулярно приходится долго ждать на остановке свою маршрутку. Да еще и часто они ходят вообще не по расписанию. Мэр Юрий Гришан согласился, что проблема такая есть. Он связал ее с решением региональных властей о запрете приема мигрантов на работу водителями автобусов. Есть проблема. Она усугубилась сейчас тем, что ограничен прием на работу иностранных граждан и предприятия столкнулись с очень серьезной кадровой проблемой. С этой проблемой сталкиваются и перевозчики городских маршрутов, с этой проблемой сталкиваются и новые предприятия, которые остаются для работы на внутрирегиональных перевозках и на школьных автобусах. Вот тема школьных автобусов, она особенно важна. Мы стараемся, не мы стараемся, законодательство требует, чтобы там были самые опытные водители. Даже в этой связи мы сейчас проводим работу по повышению заработной платы водительскому составу, который работает в гараже школьных автобусов, с тем, чтобы они не ушли все-таки на другие предприятия, организации, где, возможно, будут платить больше. Как будет решаться проблема с нехваткой водителей у городских перевозчиков, мэр Магадана не рассказал. А что касается нарушений расписания движений автобусов, решение этой проблемы у главы города есть. Мы эту ситуацию постоянно мониторим. Я вам хочу сказать, что ресурс умного города в части транспорта, он работает, следите там за обновлением расписания. В связи с тем, что не хватает водителя, расписание все-таки обновляется, оно актуальное, всегда есть на мобильном приложении, которое можно легко скачать. Вот на автобусных остановках висят QR-коды. QR-код скачиваете, попадаете на ресурсы, там видите обновленное расписание, его нужно постоянно смотреть, потому что, к сожалению, оно меняется. И, наверное, по этой причине я дал команду больше не делать его на столбах, потому что невозможно уследить за изменением расписания, которое сегодня все-таки имеет место быть.